всем привет мои хорошие мои любимые наступающим вас 8 марта желаю женщин поздравляю своего канала что завтра я уеду не знаю когда там видео выйдет как с интернетом поэтому не бежал я не где в этот раз по улице не голый не в трусах не без трусов очень поздравляю всех женщин с наступающим марта зрительниц всех моего канала всех мам бабушек жен подруг сестер ну зрительниц женского пола понятно что это такое вот поздравляю вас 8 марта желаю вам счастья здоровья чтобы вы были любимы красивые невзирая не нашу чтобы все все беды вас обходили стороной чтоб даже кто там плохое писал это все я забываю и всем и каждому желаю чтобы было счастье внутри чтобы была радость внутри что были деньги в кошельке чтобы были люди которые вас любят ценят дорожат вами чтобы все у всех было хорошо поздравляю и желаю вам всего этого и побольше вот а картина вы знаете нашла нашелся автор одна зрительница мне значит скинула есть такой орловский называется затишье там она немножко по-другому 1890 года я думаю что это примерно можно годами позже вышло конечно же вот я думал что это не дай вода село это оказывается другой там тоже гуси ну там мама без ребенка стоит тут мама отчаянно держит ребенка на руках а мальчик пытается прокормить семью словить кусок рыбы ну удочка почему-то без лески вот ну очень красивые деревья так начайно поникли ветки вот домик соломенной крышей но есть автор орловский вот у него есть такая картина затишье называется 890 года а вторая картина это оказывается шишкин действительно это пальцем неба попал в то место это утро в сосновом бару это шишкин тысячу какой-то тоже вот 900 какой-то или 800 какой-то вот но она конечно у шишкина немножко по-другому здесь более такой мультяшное изображение вот сейчас я переверну покажу у шишкина более этот более такой мультяшное изображение но как бессовестно сплели березы свои ветви вот здесь у корня вот пошли вниз там то ли волк воет на луну то ли свиня будет на луну что-то такое а вообще в оригинале должны быть медведи играющиеся вдалеке вот немножко другие камни другие конечно совсем деревья нарисованы по-другому это опять не помочь и чайник че кунган выкинули че чебе чешона первобытная но чайка почему-то летит мне кажется как хвостом назад и такое печенье что укусила какая-то муха вот но от красивые вот эти вот трещины очень оригинальные такие вот но картины в любом случае эти старые это не новоделы просто их нарисовали по мотивам того художника вот ну и тут конечно так эту картину я отсюда уберу эта картина хорошая вот а это ну я думаю что лошадь кого-то испугалась то есть что-то случилось потому что летят цены серега станешь уточка не это летят тройка коней стремительно мчится вот по снежному сугробу с горочки спускается вот мне нравится световая гамма все но лошадь как-то куда-то ч она чего-то увидела что-то не в разные стороны так как будто бежит оттуда сюда в одной упряжке то бежит туда то ли и занесло она спотыкнулась знаете вот ноги задрала вот а это с че есть хочет чешу те холодно чем лед нюхая вот девушка трошки как с базетовой болезнью знаете как это щитовидка больная вот а мужчина но такой санта-клаус местный вот кибиточки внесутся вот это ли волк выскочил хочет напасть потому что смотрите как обезумевшие округленные глаза у коня и красный язык а это просто испугана лошадь она горцует она готова сбить эту одет испугался тоже смотрит туда в сторону волка отца позируя на камеру глазами это смотрит в сторону того кто испугал лошади а это вот идем туда смотрит то есть опасность какая-то что-то он то ли он потерял управление лошадью не может справиться то ли что-то лошадь с лошадьми что-то произошло поэтому решайте сами зайчик там дамы зочек ты мне любимый да ой ой так и любить меня любить теке меня теке меня красивого да теке меня любить теке меня вот такой вот такой хищник ай-ай-ай-ай-ай зверь а зверь такой я на тебя дурочка думают люди делиться и что они про тебя подумают что ты шкрик рыжий что ты шкрик рыжий вот что они про тебя подумают звери и моё ходе 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 удрученный горим вот че он хочет кормушку достать к пищине что это как полу полу мыша полу коту такое животное деревом спряталась вот ну так загадочно изогнули свои стволы деревья и как-то то ли ураган прошел то ли что-то в засуха произошла после картины шишкина то есть ну после шишкина явно это место высохла там более другой камни изменилось все и другие корни деревьев другие деревья совершенно not как-то это по мотивам и так понял шишкина и кто это писал я не знаю но эта картина вот такая кстати она неплохая это и вас и к телесик наверное сказки иллюстрация к сказкам и вас и к телесик ну не знаю но я не жалею любом случае что я взял эти картины конечно картина совсем другого уровня а так называется затишье орловского орловский художник как же это может быть то место где жили бабушка отца что-то бабушка приду то есть отец бабушки ну хотя так знаете дупло выпуклое находится вот здесь как будто глаз чей-то перевернутый боком как крокодила вроде бы знаете крокодил сейчас откроется тут века и там появится его глаз вот мама в надежде ребенок очень есть а этот хочет словить гуси там немножко по-другому у орловского вот его могу показать картину орловского чтобы сразу поняли о чем я говорю вот мне наташа зрительница скинула картину утра вот это это вот там медведи видите сидят под деревом воют но это видно что это медведи конечно это немножко совсем другое письмо обратите внимание что вот на вот эту картину это оригинал шишкин вот вот эта картина до какой-то волки вот эти корни вот эти деревья вот эти камни вот и вот эта картина что-то другое совсем а там еще то ли олень пасется там вот в углу то ли лев стоит непонятный вот а это такая картина а эта картина орловского пробуждения вот смотрите вот эта картина пробуждения вот эти деревья вот эти домики соломенной крышей обратите внимание вон там девочка с мальчика мальчик сидит гуси сидят вот тоже торчат вот эти вот нити из воды вот но это неплохо не дурно написано ну вот есть оригинал орловского видите как вот чувствуется разница ну я учусь все что не происходит все так значит надо так мама просила там показать и коробку мне не простыть если я сделаю это без нее не недорогой дни и не бери да заходишь ой боже ты как из того света то красиво было теперь из того света заспана ты в нем спишь ночью не спишь я спала хорошо сегодня ночью спала хорошо до 7 часов спала хорошо трошка заснула просто послабила да я же покажу посылку тебе тебе женщина купила билеты в Харьков та женщина что не билеты а та женщина что пригласила меня с Алексеем она еще тебе купила билет на Александра Софина и номер в отеле тоже но я не знаю я не думаю что тебе надо ехать я в Харьков еду на 3 дня с Алексеем я знаю что ты ехали завтра ну так и тебе там купили и оплатили что вы не купили? концерт на Александра Софина да ты едешь да и номер в отеле тоже там на 3 дня а что мне не надо ехать? а что тебе ехать? а я купила уже заплатила все вот дает ну и что это будет? что это у меня будет за отдых? ну концерт же хороший концерт и еще там 3 дня находиться а что теперь делать? не знаю что теперь делать что сегодня нужно было кровь брать ааааа тебе кровь надо сдавать А что, так никто мне возьмет завтра 8 марта? Я тебе сказала, три дня трендила до этого, а ты говоришь, я знаю, я знаю, вот сегодня 7, можно было взять, а потом 11 приехала, а уже будет результат, с результатом 12, туда. Ты же не послухай, ну смотри, когда 11 приехать, может 11 взять, потому что у меня на 12 на КТ, оно до вечера будет готово, утром забираем распечатку и до врача и на КТ 12 забираем. Ну мама, не надо, отдыхай дома. Ну а что теперь, пропадаю? Ну что пропадаю, там же не на имени билеты, там найдут кому дать. Ну так кто свой брат продаст, да? Ну наверное. Ну так ты же сообщи человеку. Ну скажу. А что я буду дома делать? А там что ты будешь делать? Тягаться с тобой по Харькову? Ой, боже, полет, господи. С оцерновой не будет ничего делать. Ну а то ж. Начинается. Фокус. Вчера поскладывал вещи, но не отнес еще никуда. Шорты, футболки, свои полотенца. Вот, шапка на голову. Не собрал ничего, потому что спешил. Сдавал сегодня анализы, ребята, бегал. Меня опять делали ОТ. Это ужас. С туалет не ходил с утра. Вот так в туалет хотелось. Так все, пришел, ну быстро. А ну быстро эти анализы берут. Не так оно страшнее эти мазки, как вам рассказывают. Быстренько там, шир, 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 четыре раза. Четыре раза мазок разный и вот ту штуку в одно место. Да? Зайчик. О! Ай, ты милый, ты милый, ты милый, ты милый, ты милый, ты милый. Не удержался. Ох, ты бандюк. Бандюк. Ну покажи, как твоя ранка. Заживаешь? Подивлюсь. Да я подивлюсь. Да я подивлюсь. Ой, який. Ой, який. Ой, да, да, да. И до тела, до тела. Понимаешь, где рубашка там неинтересно. Она до тела. Тут нема, тут нема ранки. Она на другой стороне. Она вот тут. А ты, брат, я гляну. Дай мне. Не, она на другой стороне. Вот уже. Ой, ой, так и упрямый. Так и уже упрямый. Так и уже упрямый. Стой. Леш, лежи. Леш, лежи. Леш. Леш. Я подивлюсь. Дай мне подивиться. Вот я мусоскоп тут сделал. Заживаю. Заживаю. Трошечки там. Красненько поцарапал. Да. Все, все, все. Все, 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 все. На, на, на. Грызы ей. Ай, больно ж. Ай, ай. Ай, как грызы безжалостно. Ой, безжалостный. Да накутни ж не бери. Накутни бери. Больно. Больно накутни. Мне не больно. Больно ж креп. Больно ж. Ай. Ай. Ну, пожали пальчики. Пожали могу. Сраки. Заживай. Ой. Зайчик. Все, все, все. Все, все. По кендюху тебе. По кендюху. По срюнделю тебе дам. Ой, прям там убывает. Ой, 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 такий. Ой. Ой, убивает. Ой, убивает. Ой, убивает. Да? Убивает. Убивает. Ох. Ой. Ой. Ой, який хитрый. Ох. Играться. И не играться. Целый день один до четырех вечера. Зайчик. И не играться хочет. Тебе еда есть. А только дам пришел. Только дам. Все дай, мыю. Все делаю. Так, как люди кажут, я так и делаю. Пей водички хорошо надо для почек пить. Пей, зайчик. Пей, прочищай. Жрать нема ничего. Да и в один чебурек оставался, Колин. Вот это вот суп делал с ракадельками. Сок есть только. Это я чай запаривал, сегодня заваривал. Это вот Света, вот этот облепиховый. Очень-очень вкусный. И сегодня заваривал себе, пил. Его надо залить кипятком. И 10 минут надо подождать. И тогда оно будет хорошо. Сюда поставил. Обратите внимание. Вот уже вчера у меня тут стояла такая с палочками этими, с зубочистками. Я убрал ее сюда. Вот перенес. Вот она. А это у меня с котиком. Вот такая штука. А вот это просто красавица. Знаете, под старину вот куда-то повесить бы. Знаете, вот сюда. Куда-то вот. Она красивая, знаете, как в старых домах. Все с котами. Все красивые. Все новые. Все супер. Что там? Что? О, боже. Дай бог милый. Что ты надела? Костю, который ты одевала в прошлом году на вот сходе. Господи, ты как жар птица. На мне вин лучше сидеть точно. На птичках погорелова тянута. На мне вин точно лучше сидеть. Так конечно. И на мене хорошо. Я же на ходу за минуту оделась. Я его бы подкрасила. Все сделала за секунду. Правда, хотела колготы снять, не снимала. Ладно, гостин. Вам замуж хоть. А такий красивый. Я его выстирала. Вин у меня раза три одетий. Покупала я его у девяносто первом году. На Ирочкину свадьбу. Ира выходила за беж. Я его одела тогда и еще раз за два, четыре и все. И высел. Постирала. Такий красивый став. Святейший. Представляешь, такий красивый. Блистит весь. Бесформенный. Ну вот, летучая мышь. Здравствуй, бесформенный. Нормально. Сюда можно брожечку. Но я уже спешила. Пойдет. Пойдет. Ты сказал, мамка, давай. Я скоро его раз. Жалко. В Харков не еду. В Италию отказала. В Харков не еду. Что за однообразная жизнь. Все-таки, чтобы я побывала. Мама, а что ты хочешь? С твоими болячками, дорогая, какие ты заработала за свою жизнь? Ой, почему не провалили, сынок, эти болячки? Вони уже провалятся вместе с тобой. Ну да. Ладно. О, а ты что снял эту мадам? Я не снял. Я просто повесил подивиться вчера. А, а что ты тройку не повесил? Это картина шикарная. Какая девочка, сожженная в мурань. Красивая девочка. А ну. Вот эту картину. Оказывается, есть оригинал. У Орловского есть картина «Затишье». Это типа копия. Это копия? Ну да. Это не оригинал? Такая разница. Красивая картина. Это не оригинал. Оригинал, копия. Вот она как выглядит. Настоящая картина. Да, такая сама. Да, где же такая сама. А что? А у тебя другая, не ото, что другая тебе? Где же такая сама. Может, другая? У тебя же еще есть такая. Ну, это же оця картина. А вот та, что ты думаешь, ось она. Вот та, что стоит. Утро в сосновом барушишки. Ага. А то «Затишье», да? А то «Затишье», да. Ну, хорошая. Красивая картина. Красивая ця. И девочка. А девочку сюда почипай. Мама, я разберу, куда кого чипать. Так, ты принес посылочку, да? Да. А где она? В коридоре. А, ну так неси. Седай. А что ты не убрал? Аколы. Ну, хочу. Я сегодня сдавал анализы в 9 утра. 10 уже на репетиции. А сейчас уже полпятого. Ты анализы сдавал? Чеда полпятого. 5-12 уже. Это, ты анализы сегодня сдавал? Сынок, давай я це приберу красиво. Не надо, хайбун. О, вот там разложи. И то мне... Все я поскладывал, да. Ой, слава богу. Погайся, не пішла в магазин. Заходи женщина, открывает двери. Ну, задать Коля и Юли. Самвелка, вона всегда нас дивится. Откриваю двери. Я иду, поднялась. И вона. Ну, возраст-то можем. О, только вы с палочки. Я хочу открыть, а воно задний мене открывает. Вот тебе. Одну дверь, другую. Здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Я вас сюда смотрю. Я живу рядышком. Самвелови балкон виходит до меня. Вот он дом лежит. О, напротив. Я вас смотрю. Я помню, как вы зашли. И ему говорили, что ты на кресле не пообираешь? Ты же снимаешь, когда сегодня зайшла, вспомнила ей. Ты взял по складу? Я вчера убирал, разбирал, раскладывал вещи. Нет, Самвелка, если ты, тебе воно чистое. Ты его складывал туда. Хорошо складывал. Туда там надо разобрать. На меня то картины, то туда уже зайти нельзя. Ну, то картины стоят, понимаешь, они мешают. Тобто ты туда свои поклав или хотя бы выше поднял. Я тогда, когда тебе надо, воно знаешь, что воно все чистенькое. Взял доску, поставил вила, дивился. И так можно. Ну, в комнате, конечно, там что, не ма места, что ты тут опять выкладывал? Не ма там места, там надо разбирать. Ой, Боже, ну, когда же, все никогда, не ма, когда зачем. Я тебе, наверное, эти картины занесу, хай лежать. Ну, хай лежать, я тебе сразу сказала. Нехай лежать там, где комод. Может, кто купит? Может, кто и купит, не обязательно рамки делать. Продай так, красивые картины. И еще я вчера витрила, нормально, хорошие. Тут нельзя, здесь нельзя, мокрые. Чистые, протерли все, изнутри, из этого. Нормально. И все красиво. Та починим, еще собі штук две. Ихай высядет. У меня есть, что вишать. А что ты хочешь? Ну, у меня есть. У меня есть иския, большая картина. У меня есть женщина вот так. Ну, чем це хуже той женщине? Или у тебя тройка красива? Ты что, с ума сошла? Собі чос? А люди тоді что, не сошли с ума? Нормальные, красивые картины, природа, ты что? Красивые. Нет, нормальные картины. Картины хорошие. А рамку любой хозяин может сделать. Продай. За те, что ты купил, за те, что ты привещи переслали. Весьми там собі красивое, нормально. В рамках розумного. А то людям продай. Розберусь. Розберусь. Немає, где он прей, прей. Тоді скоро и тут заставишь. Як в той квартире было. Посилками, как заставишь, прохода не было на балкон. Вспомни, как раньше. Сюда диван, а тут посилка страшная. Такий проход. Давай тут трошки подправим. Давай. Постель, сынок. Давай. Давай, мамка, подправим. Ты бы мне давал, я бы тебе перегладила все. Что мне делать? Чтобы я не тянула меня на сон. Без кольца этого ящика не сидела. Включила бы ту тюги вперед. И тебе все выгладили. А ну давай сложим красиво вдвоем. Так, убираю это. Красиво, клади. Учись правильно. Чего ты так? Ты ж можешь убрать от иду. И быстрее меня повертаешься. Все молодой. А так побросает. Як-нибудь, як зря. Я не люблю так само. Я люблю порядок. Ты до меня колен-нибудь заходил. Ты бачил, чтобы у меня был непорядок. Так я ж ходю, я плохо, сынок. Плохо хожу. И то смотрю, чтобы было красиво. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Что ты, Томас? До меня пришел. Остой, стой, это не так, наверное. Мама, что ты делаешь? Это не так, не так. Давай. Давай, неправильно. Да, да, давай. Сюда. Давай, давай. Я уберу. Вот оно. Ну все равно кидаешься. Все, сидай. Все равно так кидаешься. Грязно, чи что? Что это за круг? Ну, залив. Чем залив? Ну, йодом, чи черти, чем сидел тут. Туда и свой, а теперь что? Ничего, застирал. Оно было все черное. Застирал? Как ты застирал? Ну, ты бачишь, что? Да бачу. Почертания все равно видно. Ну, так оно было вообще. Ну, теперь что черное надо делать? Как делать? Еще попробуй чем-нибудь. Теперь уже не такое здоровое, не такое черное. Ничего, может, я и садаю. Твою мать, нехай еще ничего не побуду. Вигани его. Еще ничего не побуду. Ой-ой-ой. Все. Главное, что тут чисто. Ну, так что главное? Главное, чтобы оно все было чисто. Но еще не жив нормально. Мало времени. Я кунести, чем все тащи. Что ты будешь тащить? Иди сядь. Пока что, я не могу. А что ты картины туда поставил? А куда? Вот так и ставь сюда. Давай, давай, стены пошли. Спасибо. Ну, чтобы не дарить ничего. Не жакуратно. Это легенько. Это больше легенько. Давай, тягай. Это и рамка тяжелая. На, зайка. Что, Тетя? Одну хватит. Так, что это одна. Ты завтра уезжаешь. Что одну? Иди надо. Что, долго их открыть? Иди. Я маленькую возьму. Иди. Долго их открыть. Как раз до 8 марта. Идет. Праздник женский. Может, это... Что-то мне выслали. Не обязательно самел. Вчера тоже. Мне сегодня звонят девочки из Киева. Мецея Дуга. Перебачили посылку. Спасибо, молодцы. Прислали самел тебе какую-то приятную посылку. Там же там не тебе самелки. У меня-то вот когда-то, когда-то Мусинка. И Лесе, и Алёше. Это благодаря самелке Юле. Это мама косметика. Это Юля. Дочь? Ну, тут все тут посылка. Там Юля и Лесе. Да. А что, это не вчерашняя? Нет. Это другие посылки. Ну, значит, все открывай. А тебе, ты занес подарки. Да. Ну, и хорошо. Только Юля осталось, да? Да, не Колина он стоит. А Коля вчера не приходил? Нет. Не приходил, а то он не забрал. Потому что мне надо... Я вчера ролючил долго. Угу. Все. Сейчас я стою.